Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня я покажу, как играть на пианино невероятно красивое и очень известное произведение Баха, арию из 3-й сюит. Вначале я сыграю это красивое произведение полностью, а затем я разберу его медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом уроке мы научимся играть главную тему Арии Баха. Второй урок на это произведение вы можете посмотреть на моей закрытой странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этого красивого произведения. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. В правой руке у нас идет аккорд из трех нот. Первая нота это Ля первой октавы. Это самая нижняя нота. Затем идет нота Ре. И самая верхняя нота это Фа. Но мы возьмем черную клавишу Фа диез, потому что у нас Фа диез в ключевых знаках. И нажимаем эти три ноты одновременно. Это наш первый аккорд. Теперь смотрим на второй аккорд. В нем две верхние ноты такие же самые, как в первом аккорде. А нижняя нота Ля меняется на ноту Си. Вот так выглядит второй аккорд. То есть первый аккорд с нотой Ля внизу, а второй аккорд с нотой Си. Сейчас покажу, какими пальцами играются аккорды в правой руке. Все пальцы у нас указаны в виде цифер над нотами. Аккорд мы берем первым пальцем на Ля, вторым на Ре и четвертым на Фа диез. Вы можете также само сыграть по очереди. Первый, второй, четвертый. Зафиксировали. И теперь нажимаете вместе. Такими же пальцами мы берем следующий аккорд. Просто первый двигаем на ноту Си. Остальные пальцы у нас остаются на нужных клавишах. И нажимаем второй аккорд. Вот. Тоже первым, вторым, четвертым. Ритм в первом кусочке очень простой. Мы все аккорды играем целыми длительностями. Они просто держатся каждый такт, пока играет левая рука. Вот первый аккорд. И второй аккорд. Но мы видим, что во втором аккорде у нас идут такие лиги от каждой ноты. Это означает, что этот аккорд мы еще будем держать в следующем кусочке. То есть мы его не снимаем, он будет держаться и в следующем кусочке. Вот, что должно получиться в правой руке. Сейчас учим левую руку для первого кусочка. Левая у нас очень простая. Мы находим ноту Ре малой октавы. Потом такую же Ре играем через октаву. Следующая нота у нас До. Мы ее играем с диезом, потому что в ключе До диез. До диез. И такую же До диез берем через октаву. Затем рядом нота Си. Такую же Си мы берем через октаву. Рядом нота Ля. И такую же Ля мы берем через октаву. То есть у нас каждая нота, которую мы берем, мы ее потом повторяем через октаву. Получается Ре. Ре. До диез. До диез. Си. Си. Ля. Ля. В левой руке мы будем всегда играть одинаковыми пальцами. Это пятый и первый. Нижнюю ноту мы берем пятым пальцем. Такую же верхнюю ноту первым. Теперь верхнюю До диез первым пальцем. Нижнюю До диез пятым. Нижнюю Си пятым. Верхнюю первым. Верхнюю Ля берем первым пальцем. А нижнюю пятым. Все ноты в левой руке нам нужно играть несвязно. То есть нам не нужно тянуться от одного пальца к другому и связывать эти ноты. Мы должны каждую ноту играть со снятием руки. Вот так. Ре. Сняли. Ре. До диез. До диез. И по такому принципу будет играться вся левая рука. То есть у нас все время должно быть такое волнообразное движение на каждую ноту. То есть мы не тянемся, не напрягаем руку, а просто легко двигаем и каждую ноту снимаем. Чтобы в левой руке при снятии у нас не было пустот, вот таких, нам нужно играть с педалью. Мы будем нажимать педаль на каждую октаву. Нажали педаль на ре. Держим. Ре сыграли. На следующую октаву нам нужно поменять педаль. Мы нажимаем до диез. Снимаем педаль и еще раз нажимаем. То есть на новую октаву мы должны как бы подменить педаль. Играем опять до диез. На следующую октаву си мы будем менять педаль. Делаем так. Нажали си. Сняли педаль и нажали. Опять си. Держим на педали. Нажимаем ля. Снимаем педаль и нажимаем снова. И доигрываем ля. То есть на каждую октаву мы берем педаль. А когда октава меняется, мы быстро должны подменить педаль. Сейчас я еще раз чуть-чуть быстрее повторю, где мы снимаем и нажимаем педаль, чтобы вы точно поняли этот принцип. Итак, нажали. Сняли-нажали. 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 То есть очень быстро это нужно делать, когда у нас меняется октава. Вот только мы взяли новую ноту, октаву, мы быстро снимаем и нажимаем. Как бы очищаем старый звук и берем новую педаль на новую октаву. Но уже только после нажатия первой ноты. Все ноты в левой руке по длительности это четверти. Поэтому они играются ровно и одинаково по ритму. Вот что должно получиться в левой. Сейчас будем соединять правую и левую руку в первом кусочке. На каждый аккорд в правой мы будем играть 4 ноты в левой. Поэтому считаем до 4. Берем ноту Ре в левой и наш первый аккорд. Раз. Отдельно. Два. Три. Четыре. На ноту Си в левой берем второй аккорд. Раз. И отдельно. Два. Три. Четыре. То есть нужно считать до 4 и на раз руки играют вместе. Вот что должно получиться в первом кусочке. Сейчас разбираем второй кусочек в правой руке. У нас в начале записан аккорд, который играть не нужно. Это аккорд, который держится из предыдущего первого кусочка. Вот этот аккорд мы не повторяем, просто он будет додерживаться в этом кусочке. Начинаем мы играть с октавы Си-Си. Нажимаем эти две ноты одновременно. Потом Соль. Маленькая нотка Фа-Диез. Интервал Ми и Си. Потом отдельные ноты Ре. До-Диез. Ре. Приходим к аккорду из трех нот. Это До-Диез. Ля. Ми. Нажимаем три ноты одновременно. И следующий аккорд у нас Си-Ми-Диез. Тоже нажимаем одновременно. И последняя нота Ля. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия во втором кусочке. Октаву мы берем первым и пятым пальцем. Потом четвертый палец на Соль. Третий на маленькой ноте Фа-Диез. Интервал мы берем вторым первым. Первый на Си, второй на Ми. Потом мы третий палец вот так подкладываем на Ре. В этот момент держим ноту Си. Вторым играем До-Диез. Третим опять Ре. Снимаем руку и аккорд мы берем первым, вторым, четвертым. Следующий аккорд мы нажимаем первым, вторым и пятым на Си. Последнюю ноту играем четвертым пальцем. Это нота Ля. Сейчас покажу ритм для второго кусочка. Первые две ноты играем ровно, потому что это восьмые. Это у нас октава Си. Соль. Затем ускоряем маленькую нотку Фа-Диез, потому что это шестнадцатая. Она у нас стремится к интервалу. Тренируйте вначале медленно. А потом ускоряйте. И эта Фа-Диез, она является нотой украшением. То есть она не основная. Основной у нас именно интервал. И в этом интервале мы видим, что нота Си записана половинкой. То есть она держится. Первый палец мы не снимаем. И в этот момент третьим начинаем играть Ре. И у нас будут идти восьмые. Поэтому они играются ровно. Ре. До-Диез. Ре. То есть ускорили мы Фа-Диез, а дальше все сыграли ровно. Вот так. Ми. Ре. До-Диез. Ре. Приходим к половинке, к аккорду. Остановка на половинке. И следующий аккорд, это у нас восьмая, поэтому она стремится к последней ноте. Вот так. И на последней ноте Ля мы останавливаемся, потому что это четверть с точкой. Сейчас я сыграю, что получилось в правой руке во втором кусочке. Ре. Сейчас разбираем левую руку для второго кусочка. Она строится по такому же принципу, как в первом кусочке. То есть мы берем одну ноту, а потом такую же ноту играем через октаву. Начинаем с ноты соль большой октавы. Такая же соль через октаву. Потом соль диез, это повышенная нота соль. Она играется с черной клавишей. Такую же соль диез берем через октаву. Рядом нота Ля. Ноту Ля играем через октаву. И рядом нота соль бекар. Это уже белая клавиша соль без черной клавиши. И такая же соль бекар через октаву. В левой руке мы будем играть такими же пальцами, как в первом кусочке. На нижнюю ноту мы всегда берем пятый палец, а на верхнюю ноту первый палец. И при этом играем каждую ноту отдельно. Пятым играем соль. Первым соль. Первым опять соль диез. Пятым соль диез. Пятым опять Ля. Первым Ля. Снова первым соль. Пятым соль. Вот что должно получиться во втором кусочке. Каждую ноту мы играем отдельно и при этом ровно, потому что все ноты это четверти. Сейчас будем соединять правую и левую во втором кусочке. Мы помним, что в правой мы додерживаем аккорд из первого кусочка. То есть мы сейчас его не играем, он просто продолжает звучать с предыдущего кусочка. В этот момент начинает играть только левая нота соль. На следующую соль мы берем октаву Си. Отдельно соль в правой. Затем наша фа диез, маленькая нота, стремится к интервалу. А на интервал мы возьмем соль диез. Вот так получается. Фа диез, интервал. Интервал совпадает с левой рукой. Затем отдельно Ре. До диез и соль диез вместе. Отдельно опять Ре. На аккорд мы берем ноту Ля в левой. Ля отдельно в левой. Аккорд берем с нотой соль в левой. И играем по очереди. Правая, левая. Сейчас я сыграю, что получилось во втором кусочке. Сейчас учим третий кусочек в правой руке. Начинаем мы с октавы Ля-Ля. Берем вместе. Затем берем интервал Ре диез, черная клавиша. И обычная нота До. Это До-Бе-Кар. Рядом Си. Обратно нота До. Затем интервал Ми-Ля. Снова До. И рядом Си. Сейчас покажу пальцы для третьего кусочка. Октаву мы берем первым и пятым пальцем. Затем снимаем руку. Интервал берем вторым на До. Четвертым на Ре диез. Первым играем Си. Вторым До. Интервал берем третьим и пятым. Второй опять на До. И первый на Си. Сейчас покажу ритм для третьего кусочка. Первая октава у нас четверть, поэтому мы на нее делаем остановку. Следующие две восьмые чуть быстрее. Раз, два, стремимся к До. Это четверть, на ней остановка. А дальше все доигрываем ровно восьмыми. Раз, два, три. То есть остановка у нас идет только на октаве Ля. И потом один раз на ноте До. Вот что должно получиться в правой руке. Сейчас разбираем левую руку для третьего кусочка. У нас идет Фа диез большой октавы. Потом интервал Фа диез Ля. Нажимаем одновременно. Два раза Ми. И снова интервал Фа диез Ре диез. Две черные клавиши. Играть мы будем такими пальцами. Пятый у нас на первой ноте Фа диез. Интервал берем первым, вторым. Третьим пальцем играем Ми. Ми. И следующий интервал мы берем вторым и четвертым. И все ноты влевые мы играем ровно и одинаково по ритму. Потому что это у нас четверти. Сейчас будем соединять правую и левую в третьем кусочке. Первую октаву Ля и первую ноту влевые берем вместе. Теперь интервал в правой и в левой тоже вместе. Отдельно Си. На До мы берем ноту Ми. И на интервал мы опять берем ноту Ми. Отдельно До. И последнее Си берется с интервалом. Сейчас сыграю, что должно получиться в третьем кусочке. Сейчас учим четвертый кусочек в правой руке. Начинаем с ноты Фа диез второй октавы. Затем До Бекар. Это означает, что черную клавишу До диез убираем. И используем просто ноту До. Си. Ми. Ре диез. Это повышенная нота Ре. Дальше Ля. Соль. И в конце берем аккорд. Соль. Ми. Си. Эти три ноты нажимаем одновременно. Соль. Скажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Начинаем с четвертого. С Фа диез. Второй на До Бекар. Первый на Си. Третий на Ми. Второй на Ре диез. Пятый на Ля. Четвертый на Соль. И аккорд мы нажимаем первым, вторым и четвертым. Ритм здесь очень простой. Все ноты у нас записаны восьмыми, поэтому они играются ровно и одинаково по ритму. А последний аккорд это четверть, поэтому на нем будет остановка. Вот что должно получиться в правой. Останавливаемся только на аккорде. Сейчас разбираем левую руку для четвертого кусочка. Начинаем мы с ноты Ре диез большой октавы. Это повышенная нота Ре, черная клавиша. Затем Си. Такая же Си через октаву. И нота Ми большой октавы. Играем мы все ноты опять отдельно, то есть мы не связываем их между собой. И играть будем такими пальцами. Пятый у нас на Ре диез. Таким же пятым пальцем берем Си. Первым Си. И пятым в нижнюю Ми. Все ноты будут играться ровно и одинаково по ритму. Вот что должно получиться в левой. Сейчас будем соединять правую и левую в четвертом кусочке. Здесь будет использоваться такой принцип соединения, когда руки играют вместе, потом правая. Опять вместе, правая. Постоянно будем использовать этот принцип. Начинаем отдельно правая Фа диез. А дальше берем вместе. До и Ре диез. Вместе. Правая. Опять вместе Ми и Си. Вместе. Правая. Снова вместе Ля и Си. Вместе. Правая. И приходим вместе Ми и аккорд в правой. Вот что должно получиться в четвертом кусочке. Сейчас я советую вам объединить третий и четвертый кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. Играю с движением. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Продолжение следует.